МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир СТВ продолжает новости. В студии Яна Таран. Здравствуйте. И коротко о главном к этому часу. Беларусь и Сербия подтверждают намерение на дальнейшее сотрудничество во Дворце независимости прошла встреча глав государств. Лесные пожары охватили север Китая. Огонь подбирается к населенным пунктам. И сражение на словах. Мастера ораторского искусства из всей Беларуси борются за звание лучшего. Александр Лукашенко наградил президента Сербии Томислава Николича Орденом Дружбы Народов. Государственная награда вручена политику за значительный вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничество между нашими странами. Церемония состоялась сегодня во Дворце независимости. Сразу после церемонии награждения состоялась встреча лидеров Беларуси и Сербии. На ней стороны обсудили двусторонние отношения. В последние годы заметно активизировалось сотрудничество между нашими странами, в том числе на уровне регионов. 15 белорусских городов установили по-братимские и партнерские отношения с городами Сербии. В Балканском государстве работают сборочные производства белорусских тракторов и автобусов. Мы встречались в Пекине с избранным президентом Сербии Вульчичем. Я заметил, что тот фундамент, который мы заложили в основу восстановления наших дружеских отношений между нашими народами, православными народами Сербии и Беларуси, этот фундамент укрепляется. Я вижу это по избранному президенту. Он абсолютно настроен так же, как и ты, проводя эту политику нашей дружбы. Конечно, товарооборот у нас не ахти там какой, но его вообще не было. И он в разы, в разы, даже, наверное, в десятки раз увеличился за последние годы. У нас нет закрытых тем. Вы должны знать, что мы всегда с любовью и уважением относились к сербам и будем придерживаться такой политики. Но тебя, Томислав, я прошу далеко не уходить от наших отношений, держать в поле зрения их и приезжать в Беларусь почаще и подсказывать по дружбе, мы ведь друзья, подсказывать, что не так, на что надо было бы обратить внимание. Я думаю, что Томислав станет хорошим послом доброй воли сербского и белорусского народа во имя укрепления нашей дружбы. И она это очень насчитывает. Различные мировые кризисы существенно повлияли на товарооборот между нашими странами, но в скором времени все выправится. Мы с Александром Вучичем знакомы больше 25 лет. Он проводит такую же политику, что и я. Так что ничего не изменится в отношениях Беларуси и Сербии. В Сербии 2 апреля состоялись очередные президентские выборы. Победу одержал действующий председатель правительства Александр Вучич. Вступление в должность избранного президента Сербии ожидается уже 31 мая. В этот же день заканчиваются полномочия Томислава Николича, который не стал баллотироваться на второй президентский срок. Масштабные лесные пожары охватили север Китая. Пламя подбирается к населенным пунктам. В регионе экстренно эвакуируют население. Борьбу с огнем ведут более 3000 пожарных и сотрудников лесной полиции. С воздуха им помогает около десятка самолетов. Однако взять пламя под контроль пока не удается. В Турции перевернулся автобус с туристами. Пострадали около 20 человек. Граждане Украины. Инцидент произошел на юго-западе страны, на шоссе между городами Мугла и Денизли. Генеральное консульство Беларуси в Турции проверяет информацию, есть ли среди пострадавших граждане нашей страны. Недалеко от места ЧП, несколькими днями ранее, случилась авария, которая унесла жизни 24 человек. Автобус перевозил жителей из мира, женщин и детей в курортный Марморис. Водитель потерял управление, и транспортное средство вылетело из горного серпантина, рухнуло на дорогу ярусом ниже, с 20-метровой высоты. В порту колумбийского города Картахена произошла серия взрывов. Погибли 6 человек, более 20 пострадали. Все это сотрудники морской гавани. Два взрыва пригремели на борту баржи, стоявшей на ремонте в промышленной зоне, третий на территории Колумбийской судостроительной корпорации. После этого начался сильный пожар. Причины происшествия устанавливаются. Вашингтон и Брюссель не будут запрещать перевозку персональных и планшетных компьютеров в ручной кладе на авиарейсах из Европы в США. Соответствующее решение в бельгийской столице приняли эксперты-представители руководства Соединенных Штатов и Европейского Союза. Ранее Вашингтон ввел ограничения на провоз электронных устройств в ручной кладе. На такие меры пошли в связи с террористической угрозой. Запрет касается рейсов из 10 международных аэропортов, включая Омана, Будаби и Каир. В Иране за сутки до президентских выборов наступил день тишины. Кандидатам и их командам запрещено сегодня вести любую агитацию. После того, как из политической гонки выбыли два претендента на пост президента, кандидатов осталось четверо. Фаворитами гонки считаются нынешний глава государства Хасан Раухани и Аэт Алла Ибрахим Раиси. Победит тот, кто наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из претендентов, состоится второй тур выборов. Нефтяники КНР первыми в мире добыли с одной Южно-Китайского моря горючий лёд, кристаллическое соединение воды и природного газа. В Министерстве природных ресурсов страны называют события беспрецедентным успехом и заявляют, что горючий лёд способен заменить нефть и газ, а потому совершит революцию в мире энергетики. Впрочем, эксперты отмечают, что для этого необходимо как минимум значительно снизить себестоимость его добычи. Технология пока что слишком затратна, а потому не оправдана. Экспорт продукции военно-промышленного сектора Беларуси за пять лет увеличен вдвое. За рубеж поставляются высокотехнологичные системы, оптические технологии, системы слежения и охраны, современное оборонительное вооружение. Спрос растёт не только на продукты, но и, прежде всего, технологии. Новые контракты ожидаются и после проведения международной выставки вооружений и военной техники МИЛЕКС. Форум пройдёт в Минске в ближайшие выходные. На выставке будет продемонстрирована вся мощь и боеспособность машин цвета хаки, произведённых в Беларуси. Здесь покажут около сотни новинок отечественных предприятий, в том числе и целую линейку новой техники. Введение безвизового въезда в Евросоюз для граждан Украины никак не отразится на белорусах, которые желают посетить соседнее государство. Об этом сегодня сообщили в МИД нашей страны. На пересечении общей белорусско-украинской границы никаких дополнительных проверочных мероприятий в этой связи проводиться не будет. У нас действует собственное белорусско-украинское соглашение о порядке пересечения, безвизового пересечения государственных границ. Не вижу здесь возможных последствий для граждан Беларуси с точки зрения возникновения каких-то дополнительных препятствий с украинской стороны. Напомню, уже с 11 июня украинцы могут отправиться в Европу на 90 дней без визы. Им потребуется лишь биометрический паспорт. Соответствующий документ подписали в Страсбурге накануне. Сборочное производство белорусской сельскохозяйственной техники откроется в Таджикистане. Работа по созданию производственных площадей уже ведется. О ходе реализации проекта партнеры говорили сегодня в Минске. Сейчас Таджикистан активно развивает сельское хозяйство. Открытие совместного предприятия на территории страны позволит закрыть внутренние потребности в технике. Белорусская техника самая адаптированная, известная в республике Таджикистан. И, естественно, потребность к этой технике очень высокая. Сельхозподприятия частной компании Таджикистана очень интересуются нашей техникой, именно техникой Беларуси, которая работает уже на протяжении десятков лет на территории страны. Кроме этого, интересуются семянных материалов нашей сельхозкультуры. Именно посадочные материалы картофеля ранних сортов, семена кукурузы, зерновых. Сегодня в Таджикистане действуют около 20 крупных торговых представителей белорусских предприятий. Помимо тракторов и грузовиков ведутся поставки продовольствия, нефтепродуктов и лекарственных препаратов. Кроме развития торговых отношений прорабатываются новые совместные проекты. Как добраться до шлюзов Августовского канала и где купить белорусские сувениры? В помощь путешественникам на трассах Подгродно устанавливают щиты путеводителей по безвизовой зоне. Информационные стенды выполнены в виде карты с условными обозначениями и легендой. Благодаря чему турист без труда сориентируется на местности, а также узнает местоположение интересных объектов региона. Схема подскажет, какой путь лучше выбрать для движения, где находятся кафе, гостиницы и другой сервис. Щиты украсили дороги, ведущие в город, в том числе с литовского и польского направлений. Там же появились электронные табло и бигборды. Сегодня разрабатывается доктрина информационной поддержки. Будут установлены рекламные такие сети лайты, на которых будут тоже установлены карты с основными объектами. Причем сегодня определили мы, что вся информация, все информационные носители будут на трех языках. С момента установления безвизового режима Гродненскую область посетили 14 тысяч туристов из 48 стран. Помимо традиционных гостей из Прибалтики, в регионе побывали мексиканцы, японцы и австралийцы. Международный конкурс ораторского мастерства «Цицероний» проходит в Минске. В сражении на словах участвуют 48 студентов белорусских вузов. Прежде чем попасть в финал, они проходили отбор в городских и областных турах. Каждому оратору дано три минуты, чтобы раскрыть тему события, людей и их дела. Примечательно, что среди участников много иностранцев. Есть ораторы из Венесуэлы, Китая и Нигерии. На изучение великого и могучего у них ушли годы. Я знаю английский, испанский и русский. Он сложнее и богаче. Потому что как поддержи наши преподаватели нам учили, очень сложно. Стало интересней, потому что мы слышим не только традиционное говорение наших белорусских людей, но мы слышим уже, как разговаривают, интонируют, хотят по-русски говорить представители далеких очень стран. Это очень интересно. Впервые конкурс провели в 2000 году среди курсантов Академии МВД. Но со временем он приобрел статус международного. За 17 лет в Красноречии здесь соревновались представители 30 стран. И последнее. Рыжий кот-гигант из Австралии стал героем интернета. Зовут Исполина Амар. Молодая предприимчивая хозяйка завела ему аккаунт в социальной сети. Выкладывает туда фото, видео и даже более от имени кота описывает его приключения. На аккаунт Амара подписались уже почти 25 тысяч человек. Популярность кот обрел благодаря своим внушительным данным. Весит он 14 килограммов, а длиной домашний питомец почти 120 сантиметров. В Комитет Книги рекордов Гиннеса уже подали заявку, чтобы признать его самым большим котом в мире. Мы продолжаем следить за развитием событий. Репортажи и эфирное видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Следующий выпуск в 19.30 проведет моя коллега Ирина Ромбальская. Всего доброго.